Дорогие друзья, сегодня исторический день. Сегодня в нашей программе прекрасный мужчина Олег и его нержавеющая тачка. Вообще сегодня действительно автомобиль очень редкий. И мы, когда пересаживаемся с одной машины на другую, по 3-4, иногда по 5 раз на неделю, теряем иногда ощущение ценности конкретного аппарата. Но даже наши соскоружшие в машинном масле сердца сегодня немножко растаяли. Когда мы увидели аппарат 1981 года, 33 года тому назад сделан этот аппарат. Но разве можно в это поверить, ребята? Да, ребят, это оно. Это DeLorean 12, мать его. Выглядит ли ваша кастрюля в руках вашей жены настолько же ухоженной и чистой? Хотя материал примерно один и тот. И это не главный герой фильма «Назад в будущее». Хотя похож местами. Да, это человек, у которого эта тачка есть. Он живет в Нижнем Новгороде. Да, это Олег. Олег, здравствуй. Олег, привет. Привет. Я думал, что он вообще не раскроет вас сегодня. Мужчина, сколько тебе лет? Мне немножечко за 30. То есть вот примерно столько же, сколько тачки. Я младше. Ты младше? Серьезно? Я в шоке просто. Это сын тачки. Сравните, кто выглядит лучше. Олег или DeLorean 12? Не падают с тронародных примеров. Олежек, так, чтобы представлять, ты чем занимаешься в жизни примерно? Я занимаюсь практически всем, потому что мне интересно. Я не люблю заниматься тем, что мне неинтересно. Поэтому я занимаюсь тем, что мне интересно. Знакомые нотки в голосе, как у владельца Теслы. Брат, а скажи, ну вот мысль купить эту машину, она пришла случайно? Или ты просто забрал за долги у каких-то других чуваков? Я вообще не хотел покупать такой раритет. Я знал о ней, я смотрел фильм. Но мысль именно о покупке пришла из другого человека. То есть из мозга человека, который мне посадил эту идею в мой мозг. Это человек-мужчина? Да, это человек-мужчина, это мой друг. И он решил... Короче, у друга не было бабок, у тебя бабки были. И друг сказал, чувак, купи эту тачку. У него проблемы с этим, да. И он реально думал, что же мне приобрести следующее. Потому что я начал приобретать машины одну за другой. И он мне сказал, Олег, подожди, ты должен купить совсем другой автомобиль, не то, что ты хочешь. И он мне показал аукцион на Делориан. Сказал, ну что, ты хочешь респект и уважуху? Навсегда. Да, forever. Я подумал, ну как же я и без респекта, и без уважухи. Но это несерьезно. Поэтому я решил добиться этой цели. Ощущения нет, что мы в Нижнем Новгороде снимаем эту программу. Как минимум Академгородок Новосибирска. Нет, давайте, поднимается купечество. Да, да, да. Троинцы. Олег, сколько у тебя было до этого автомобилей? Ты считал? Десяток, два. Раз. Ну, за два. За два десятка. Сейчас параллельно с этой машиной есть еще? Да, сейчас на каждый день есть. На через день есть. И через даже неделю. Ну вот это вот, в частности, на через, когда захочу. А как проходил аукцион? Цена поднималась? Это была просто жесть. Цена была сначала в районе 25 тысяч долларов. И она буквально за две минуты выросла почти в два раза. А ты сидел на нижнем у компьютера? Да, я сидел в нижнем. Я смотрел на этот ужас. И мне становилось все лучше и лучше. У тебя была цена отсечения? То есть у тебя как минимум полтос был. Вот мы сейчас представляем. Ну, у тебя была в голове цена отсечения, за которую ты бы дальше уже не тягался ни с кем? Вот ты бы сказал, больше там 60? Ну, естественно. Я не ожидал, что она там превысит, скажем, 35-40 тысяч. Потому что я знал, что придется тратиться на таможню, на пересыл, на боготню. Поэтому я как бы общий бюджет представлял. Но, как обычно, азарт приходит во время игры. Какой ты по счету владелец этой машины? Третий. Третий. И была она до этого ездила по Ирландии? Нью-Джерси. В Америке. В Америке. А в Ирландии они, по-моему, с 81-го года-то и не ездили. Если только на тест-треке в Белфасте. В Белфасте. Да, то есть. Хорошо. Самый главный вопрос, который меня мучает, для того, чтобы задать уже второй вопрос, который вы задаете в нашем инстаграме, за сколько же ты в конце концов купил эту тачку? Не, ну, не, просто сеть, покажи, вот, просто покажи, в каком месте мы находимся. Вот, подожди. Вот туда и вот эти люди. В принципе, вот это все. Теперь вопрос, за сколько ты купил эту тачку? За миллионов. Снимите клипсы. Ну, серьезно, приблизительно. Ну, если все сложить, я думаю, в районе, ну, где-то двух с копейками. Миллионов рублей. Да, но это не идет ни в какое сравнение, что пришлось пережить, чтобы получить сертификаты там и все остальное, чтобы у нее был документ, чтобы она могла ездить по дороге. Так, теперь отходим в сторону. Десятисекундный план. Два миллиона рублей. В принципе, хата в районе седьмое небо, в нижнем здесь. Ну, такая однушка. И можно сдавать. Можно сдавать. Эту тачку ты не сдашь никому. Так, возвращаемся в кадр. Короче, два миллиона. Это половина Tesla. Олег, ну, у народа есть непонимание по отношению к цвету, да? Че она из железа, что ли? Ну, те люди, которые ни разу не читали об этом автомобиле, ничего. Люди говорят, что она алюминиевая в основном. Но на самом деле тачка из нержавейки, правильно? Из там 340 пластин, карбоновый корпус. Я правильно понимаю? Ты меня поправляй. Плексиглазовый корпус, фиберглаз, на X-фрейме, который Lotus был сделан Lotus'ом. И сверху, соответственно, установлены панели по кузову из нержавейки 304, общепитовый. То есть, Серега правильно сказал. Это кастрюля. Кастрюля, да. Причем к этой кастрюле нельзя прикасаться грязными руками, жирными и масляными. Ну что, давайте посмотрим, да? А значит, рисовал эту тачку Джуджара, всем известный. Поэтому эта тачка смотрится даже в 2014 году очень-очень актуальной, да, Серый? Очень актуальной. Правда. Ну, видно, что тачка не похожа абсолютно на все автомобили, которые мы знаем. Не, ну, смотрите, идеологически это похоже на Ford Coupe, на Mustang чем-то, да, но идеологически. Ну, так вот, спортивный автомобиль. Типа, нужно действительно побывать обязательно внутри этой машины, потому что, как и все в кинематографе, в кино выглядит машина более значительной, да, по габариту. Во-первых, там надстройка есть в фильме, правильно? И у нас задняя компоновка двигателя. Можем посмотреть? Ее придется открыть изнутри. Можно? Можно. Вообще, эта тачка разрабатывалась под другой двигатель. Стоять здесь должен был роторный двигатель. В конце концов, все свелось к тому, что здесь стоит двигатель совместной разработки Peugeot, Renault и Volvo. Изначально в нем было 170 лошадиных сил, но по какой-то причине двигатель не прошел сертификацию в Соединенных Штатах Америки и на выходе имел уже 130 лошадей. Я прав? Да, от 130 до 141, в зависимости от, где тестировали. Ну, это простой атмосферный двигатель. Это двигатель V6 Peugeot Renault Volvo PRV. Он в то время был очень популярен и даже участвовал в Лиман. А грязь американская еще? Частично да. То есть, грязь, например, где-то там около свечей, скорее всего, стопроцентная американская. Как ты ее эксплуатируешь? Вообще, сколько она у тебя времени уже? Она с 28 февраля 2008 года. Эксплуатация очень легкая. В основном, когда она уже совсем покрывается пылью, езжу на мойку. Ну, ржавым здесь выглядит только глушитель. Покажи, Сень. Все остальное в более даже, чем нормальном виде. В принципе, по большому счету, мы показываем для вас, дорогие зрители, состояние автомобиля. Если у вас есть вдруг лишние 2-3 миллиона рублей, и вы готовы выкупить эту тачку у Олега, да. Нет, у тебя цена 3. Нет, у тебя как минимум 3. Капитализация в ОПО. Ну, вот смотрите, да, вот эти нержавеющие панели, вот видно, да, вот здесь ржавеет, и это только металлические детали, ну, то есть, вот, да, болты какие-то. Все остальное в идеальном вообще состоянии, просто в идеальном. Брат, а у этого кузова существует такой фактор, как... Тихо, не надо, не лезь, Иваныч. Это не мастерок, это не кисточка и не лопата. Куда ты полез, да? Олег, а у этого кузова есть вот такой фактор, как усталость, да, конструкции? Ну, вот со временем уже машины проседают, да, начинают как бы вять. Да усталость есть вообще у любого материала, но неизвестно сколько у пластика усталость, у нержавейки, у, собственно, самого этого лонжерона, самого главного. Никто не знает. Когда машина к тебе попала, а в салон был другим, да? Да. Ты его переделывал. А, Сеня, давай с твоей стороны, вот, Иваныч, давай. Давай сюда. Ну, главная, отличительная особенность этой тачки, это, понятное дело, двери, да, открывающиеся вверх, как на легендарном автомобиле Мерседес, SL300. Вот, чайка так называемая, да? Садись. А что ты сделал с салоном, расскажи? Ну, в принципе, кроме того, что перешил панель, здесь вот немного видоизменены сами накладки на торпеду. А что было в оригинале? А в оригинале они были просто плоские. То есть, вот эта вот панель, она была вот досюда, вот эта тоже досюда, как бы, вот эта часть, она была плоская, опять же, уходила прямиком в консоль, то есть, добавлены небольшие вот такие вот элементы. Вот, ну и, в принципе, нержавеющая плита, ну и все. Здесь не было никакого дерева, да? Здесь, ну, вот... На самом деле, здесь очень широко применяется фанера. А. Да, то есть, вот они, панели вот эти, вообще вся торпеда практически вся из фанеры была. А теперь? А теперь она из вспененного полимера. Сколько ты еще потратил, чтобы довести машину до ума? Ну, примерно. Это было все сделано в 2008 году, перед Автоэкзотикой, и, собственно, ну, наверное, тысяч где-то 300-400 на все ушло. Зато мы взяли кубок, мы рады. В оригинале какая музыка здесь стояла? В оригинале здесь всегда стояла в Делорианах Крейг, японская магнитола кассетная, такая, с двумя крутилочками, не очень мощненькая, ватт, по-моему, по 10 на канал. А теперь? А теперь Soundstream. Посмотри, Сеня, вон там они, нет, 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 не туда, назад. Открывал, и она открывается вот отсюда. Ага. Огромное количество, да, свободного пространства, вот, пожалуйста. А вот это что такое, брат? А это горловина бачка омывателя. Да ладно? Да, туда. И как туда заливать? Хороший вопрос. Надо сидеть в багажнике, да, чтобы заливать? На самом деле здесь нужна воронка. Так, ну, запасочка. Покажите. Оригинальная? Да, конечно. Я ее даже не доставал никогда. Это прям реально, вот на оригинальном диске. Да. Ну, именно с этим диском автомат. Я даже не уверен, что ее и доставал предыдущий владелец оттуда. Посмотрите, вот оригинальные наклейки, да, с технической информацией. Вот как этот автомобиль выглядит на схеме. Вот, пожалуйста. Слушайте, ну, очень круто. Нет, ну, мне нравится история, вот, конечно, с использованием неживейки как материала. И главная проблема этих автомобилей, о которых говорили эксперты в свое время, это отсутствие возможности выбрать цвет, да. Потому что автомобиль, понятное дело, на рынке присутствовал только в одном цвете. Всего было выпущено порядка 9 тысяч экземпляров. Ну, вот в России Олег говорит, что это единственный экземпляр, который на ходу, правильно? Есть еще экземпляр в Крокусе, но вот тот, который мы можем потрогать. Вот мы нашли, вот он в Нижнем Новгороде. Спасибо огромное, на самом деле, нашим большим друзьям и таким же зрителям, и подписчикам нашего канала, которые помогли найти Олега с его автомобилем. Сегодня-то как раз этот цвет является достоинством, скорее, этого автомобиля. Да, 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 да. И более того, сегодня есть огромное количество материалов в той же пленке, да, которая, ну, я, конечно, вообще покушаюсь сейчас на святое. Но, в принципе, можно реализовать любые ваши задумки. Так, ну что, слушайте, ну, фары здесь вообще, да, из 80-х получается. Да, тогда были очень популярные такие двухкомпонентные прямоугольнички. Мы их видели на Ауди. Да, 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 вот на тех же спортивных автомобилях от Ауди. Ну и расскажи нам про эксплуатацию этого автомобиля. Ты сразу же начал кричать, парни, не прикасайтесь своими грязными, жирными руками к кузову этого автомобиля, потому что остаются жирные пятна. Нержавейка не любит прикосновения. Да, это известный и интересный факт. Нержавейки, которые после полировки очень сильно притягивают к себе масло, жировые какие-то субстанции, которые у нас на пальцах и на чем угодно. И, собственно, после любого прикасания это пятно очень хорошо заметно на такой поверхности, которая отполирована и практически не имеет изгибов. А зимой, когда солью посыпают дороги? Как ее реагируют? Я думаю, что зимой человек не ездит. Или ты не ездишь зимой? Я предполагаю, что она не будет никак реагировать, потому что она нейтральна, в отличие от алюминия, скажем, например, из которого Тесла. А это укол в Москве. Да, Андрюха, лови! Ну что, есть свободных 3 миллиона рублей? Ну и я не думаю, что с ней что-то будет из-за реагентов, потому что пищевая нержавейка, она же у нас в обиходе, что она с ней с солью что-то происходит. Если на нее реагент насыпать, я думаю, там ничего не будет. Да вроде нет. Ну и история, конечно, сбоку тоже. Покажи, Сейн, идем. Слушай, да, история с разными колесами. Да, передняя ось, задняя ось. Ну все это делает, да, и придает этому автомобилю действительно некую брутальность, спортивность. Хотя двигатель, да, да, но вот эта история. Очень мы с Сергеем, когда ехали на тест, вот между собой перебросились пары фраз, очень история похожа на проект Тагас Аквелла. Ну в целом идеологически. Вот в принципе, ребята... А вы расскажите вкратце про просто создание истории. Не, ну создание какое? Человек, который прожил 80 лет, родился там в 1925 году, стал одним из, наверное, лучших и самых известных инженеров в компании Pontiac, возглавил в свое время ее. Огромное количество патентов, там более 200. Потом возглавил Chevrolet, в принципе, возглавлял General Motors, и в 1973-1974 годах решил организовать собственную, ну, торговую марку. Вот General DeLorean Motor Company. Производство для того, чтобы удешевить автомобиль, там было перенесено в Ирландию, в Белфаст. За полтора года они построили там завод и начали производить эти автомобили. В принципе, автомобили производят в период, там, с 1981 по 1983. Почему они исходят? Да, слушайте, ну там очень мутная история. Во-первых, финансовые трудности у самой компании возникли. Во-вторых, к нему обратились некие люди, которые решили помочь ему деньгами, но эти люди занимались наркотиками. Вот, в частности, кокаином. Брат, ты хочешь привлечь торговцев спайсов из нижнего, чтобы они как-то помогли содержать дачу в нормальном состоянии? Ну, у нас это развитая индустрия. Да, ну и в конце концов, Джон Де Лориан попался в руки FBI, ФБР. Состоялся суд, в конце концов, его оправдали, потому что тот человек, который организовывал все это дело, был двойным агентом, работал на ФБР и на людей, которые торгуют кокаином. В общем, очень темная история. Сейчас, насколько я, ты поправь меня, да, они занимаются мелкосерийным производством, там, 20-30 автомобилей в год. Ну, опять же, это энтузиасты, как мне кажется. На самом деле, группа компаний, группа нескольких бизнесменов из Техаса приобрела целиком производство, включая все патенты, которые были в пакете. То есть, компания разорилась, а производство осталось? На самом деле, компания не разорилась, ее, на самом деле, буквально приостановили, так сказать. Соконсервировали. Да, потому что в Англии это довольно-таки опасно, просто так разорять компанию. Там даже вот еще какой-то, это был ТВР из профсоюзов. Да, и там тоже вот они хотели ее разорить, но там не дали, якобы. Ну, там тоже мутно все. А сейчас, да, то есть, в Техасе выпускается порядка 20, по-моему, 5 у них мощность в год. Но они как делают? Они ее не производят, они собирают из того, что было, потому что наделано было запчастей просто... Очень много. А, у них были планы на будущее. Да. Да, во-первых, они хотели в линейке иметь не только этот автомобиль, да, там и минивэн был, и спортивный... И автобус даже был, и трактор был. Да-да-да, он на самом деле хотел создать вторую большую американскую тройку, ну, то есть, группу компаний, которая могла бы конкурировать с General Motors. Нет, достаточно... Ну, у них же был AMC, GMC остался, и вот DMC. DMC, да. Олег, скажи, ну, поскольку ты мужчина, который может себе позволить на разных машинах поездить, да, близко к каким ощущениям, от какой машины управления этой тачкой? Ну, вот ближе всего, вот именно, когда ты на дороге в ней? Или это совершенно оригинальная история, да, которая ни на что не похожа? Да какая-то даже смесь, наверное, потому что в основном очень сильно отдает то, что нет гура, то есть, вот основное внимание... Руль тяжелый. Да, ну и, конечно, то, что внизу, то, что обзор маленький, все это складывается в какое-то такое месиво непонятное, то есть, вроде бы и хочется быстро ехать, а с другой стороны страшно. Вот, ну, вообще пробовали, как бы, на трассе, то есть, и, я думаю, до 200, то есть, не проблема. Ну, и надо понимать, что, понятное дело, над этим автомобилем есть аура, аура фильма. Кстати, фильм, это же уже середина 80-х, это 85-й год, когда самого производства уже не существовало, то есть, оно было законсервировано, автомобиль прошел... То есть, фильм не было рекламы. Да, 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 автомобиль прошел кастинг, фильм Роберта Зимейкиса, и просто сразу же после выхода первой серии, да, стал культовым. Все. Вот, и я так понимаю, выборы, ну, вот, делался именно исходя из того, что автомобиль, как бы, находится между будущим и прошлым, да, он, как бы, вот, подвис в этом состоянии. Вот и так. Да, да, да. Комплектующие подвески, коробка, это чье-то тоже заимствованное? Нет, ну, двигатели, мы уже сказали, да, Рено, Пежо, Вольво, все остальное, учитывая его опыт, да, разработки огромного количества автомобилей и патентов, я так понимаю, это все, ну, оригинальное было, да, ну, идея, ну, Джуджара нарисовал. Ну, насколько я знаю, оригинальных именно делориановских запчастей здесь только в основном кузовщина. А все остальное? Силовая конструкция, да, то есть рычаги, вот это вот, подвеска, имеется в виду, то есть силовые элементы какие-то, а в частности, те же самые подшипники там, шланчики какие-то там, а, еще, кстати, и суппорта, по-моему, здесь оригинальные. Кстати, неплохие, очень похожие на Brembo, вот, мне понравились. Вот, ну, в целом, как бы, с запчастями проблем вообще никаких, то есть их можно подобрать от любых, там, от Peugeot, там, 405, там, и так далее, то есть вот можно практически из европейских машин, то есть потихонечку набирать что-то, то есть, например, электроники, в электронике очень много немецких каких-то решений. Ну, комплектующих, там, ну, ребят, ребят, надо понимать, да, что в мире существует не так много корпораций крупных, которые занимаются производством комплектующих, да, те же самые коробки ZF, я не знаю, ASIN, там, те же самые преселективные коробки, которые в рамках концерна Volkswagen производятся. На самом деле, поставщик концерн Magna, да, который... Главное беречь кузов. Да, 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 да. Береги кузов в тени. Не трогайте жирными руками. Ну что, надо сесть. Надо прокатиться, брат, чуть-чуть. Да. Аттракцион называется Серега залазит, как сказал Иваныч. А как надо правильно залазить, брат? Сначала ногу, а потом задницу, или сначала задницу, а потом ногу? Как проще? Давай так. Вообще, сначала одну ногу, потом присаживаешься булками. И булками присаживаешься. Присаживаешься булками. Ну, я помню, как я залазил в танк Д-8. Там было несколько по-другому. О! А-а-а! А-а-а! А-а-а-а! Слушайте, а вам голова мешает? То есть вам, конечно, тут губы больше подошло. Слушайте, у меня тоже адское ощущение, что было, когда я садился в ламбардини. Точно! В ламбардини! Ребят, ребят, сто процентов! Вот у меня стойка эта стекла. Это было купе. Там было легче. Крышки не было. Здесь есть крышка долбанная. Короче, у меня был вот прямо перед глазами была стойка. Но в ней есть небольшая выемка. А как ты сидишь, брат? Ну, чуть пониже. У меня роста пониже немножко. Нормально? Абсолютно. Я даже спал. Слушайте, ну вот вот сейчас я чувствую себя действительно прикоснувшимся к легенде, потому что легенды из прошлого, они должны быть маленькими, да? В детстве все было большое, а потом ты вырастаешь, оно становится маленьким. И вот я сейчас как в игрушке в какой-то, да? Абсолютно игрушечное ощущение. Пипец, блин! А еще одна проблема этой машины, потому что американцы же тоже не карлики, конечно, не китайцы, правильно? То есть надо было делать тачку чуть-чуть, ну как бы хотя бы... А это реально рабочий этот значок, который показывает, что открыта дверь. Слушай, как они это сделают? То есть при выключенном двигателе все равно показывают, что открыта дверь, там неважно, да, там какая. Олег, а руль как-то регулируется? Вверх-вниз? Нет? Да, но там его тяжело крутить. Достаточно. И он, насколько я помню, в максимально верхнем положении. Хорошо, хорошо. Ну что, давайте проедьтесь. Давайте. А как надо голову закрывать? Ну ты сам закрывай. Так как? Я не хочу, что я же палач сам сержу. Давай, давай. Ну еще одна проблема этого автомобиля, такого технологического, да, характера, это то, что невозможно было решить историю с опусканием вот этого стекла, поэтому здесь вот форточка. Я не фанат фильма «Назад в будущее». Пару раз я пересматривал всего лишь на все, но это, блин, я представляю, какие сейчас вы испытываете ощущения? Блин, да просто прикоснуться к этому автомобилю, просто посидеть там внутри, блин, это фантастика. А какие-нибудь там АБСы, хренеты? Ничего нету. Вообще ничего? То есть это честное, спортивное? Это true силовое вождение. Могу немножко спинку, да, нагнуть назад? Да, да, да. Чуть-чуть. Во! Более-менее, я смотрю. Когда лежишь, когда лежишь, да? Ну, это Марти Макфлай, стандартный. Еще раз. На какие машины этот мотор еще ставился вот так практически? На гражданских они, их можно было встретить? Да, конечно. На Peugeot на некоторых, потом на каких-то, может быть, даже Стройенах, на Вольво. То есть совершенно обычный этот машин, вот такие, продававшиеся в обычных магазинах, да? Ну, да, 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 по-моему. Раритет. А вот эти кнопки, не знаешь, чем они дополняться могли? Ну, в смысле дополняться? Ну, или они, вот эти вот две нерабочие, да? Это просто, да. А вот это за что отвечает? А, это стекло. Да, да. Достаточно упругий тормоз. Да, он тоже силовой. Он тоже силовой. Тоже без подсоса, безо всякого. Нет, там есть вакуумник, но машина, видимо, рассчитана на то, чтобы тормоз был. Брат, а куда можно проехаться чуть-чуть? Ой, тут такие дороги, я даже не знаю, куда. Здесь она везде, наверное, сейчас заденет. Везде заденет? Ну, здесь вот точно заденет. Слушай, вот только отпускаешь тормоз и начинает уже самопроизвольное движение, да? Ну, а что поделать-то? Мы сейчас тут точницу пойдем. Да? Так, тогда назад. Слушай, ну, руль-то тяжелый. Но по дороге, наверное, на скорость. Нет, по дороге он абсолютно адекватный. Вот единственное неудобство, это, конечно, когда... Скажи, когда эта тачка вот разогревается, в салоне жарко от мотора, идет теплее? Нет, абсолютно. Здесь мотор практически не, кроме как звука, не участвует ни в чем. Кроме как движение. А зимой из-за того, что двигатель сзади, нет ощущения, что холодно? Нет, все нормально сделано? Нет, здесь очень тепло. С печкой все нормально, да? Конечно, конечно. Все равно радиатор спереди. Ну, выглядит автомобиль. Кузов из нержавейки реально очень круто, правда, очень круто. Ну, отсылает вот именно линии кузова, конечно же, к сигаре каудюшной. Но в целом фантастика, просто фантастика. Действительно, тачка из будущего. Действительно, она застряла где-то между 80-ми и началом 21-го века. Ну, жалко, что мы, конечно, на таком, туда не будем далеко углубляться. Я понимаю. Слушай, а откуда они взяли вот эти рычажки? Это, по-моему, тоже с какого-то Peugeot. А если гудок есть, да? Да, слева. Ну, достаточно тихо внутри. Слушай, ну, конечно, историческая вещь. Я считаю, что самая главная достоинство, что она не теряет своей стоимости. Вообще? Вообще. Ну, есть же книжка такая, надо по таможенным ценам. И там она с 81-го года нисколько не теряет. Тем обиднее, да, что контора разорилась. Хотя, с другой стороны, если, по-моему, не разорилась, цена бы как раз и пошла бы. Да, массовость она уничтожает, эксклюзив. Ты сколько времени хочешь ее держать в своем гараже? Ты чувствуешь себя коллекционером, человеком, который, ну, вот, хочет собрать парк, чего-то подобного, да? Или ты хочешь ее сбросить сейчас уже? Она надоела тебе? Она, не, она нисколько не надоедает. Она заполняет свое место у меня. И я не чувствую себя каким-то там человеком, который хочет там ее там куда-то спихнуть или продать побыстрее. Ну, то есть бессмысленно писать там в комментариях, сбрось тачку, чувак, да? Нужно, знаешь, что делать? Так. Газ резко вот так вот. Довануть? Да. Так чуть-чуть. И назад резко. Назад резко? Да. Вот. Просто все дело в том, что здесь дроссель идет тросово через всю машину. Да, и когда ты нажимаешь немножко на газ, он не достает до конца, то есть обратно на холостые не возвращается, то есть немножко повышенные холостые. И чтобы он обратно встал, его нужна, да, своим же, как бы, своей инерцией. Как гаишники относятся к тебе на дороге? Мы видели, что тачка без номеров. Ну, вернее, они, наверное, есть, да, физические? Да. Российские 52-е есть номера? Нет. Она на учет не вставала и... Вообще, этой машине не идут номера российские. Зачем ее портить эти? Я каждый раз, как бы, встречаюсь с работниками милиции, полиции, ГИБДД, и они совершенно адекватно, с пониманием относятся к моей инициативе и не препятствуют. Ну, то есть ты ее растаможил, да, но не ставил на учет? Да, я растаможил, получил ПТС, но она не зарегистрирована в установленном порядке. Ну, собственно, если бы она была зарегистрирована, тогда бы можно было разговаривать про тонировку. А тут, как бы, номеров нет, снимать нечего, соответственно, коллизия. Таких людей, как ты, зовут сложными людьми. Ладно, брат, спасибо большое за ощущения. Пожалуйста. Ну, я представляю, что это такое, да, на трассе. Вообще, крейсерская скорость какая у нее? Вот когда ты, ну, наиболее оптимальна для нее, для ее шасси, да, для мотора, где-то 110-150, это сколько? Ну, в зависимости от настроения. Если ехать меньше 100, как-то некомфортно, но больше, скажем, 150 уже страшно становится из-за того, что у нее достаточно высокий профиль. И на неровностях, когда на такой скорости, там, прыгаешь или что-то, ее может так немножко с курса сбить. А так, в принципе, курсовая источность у нее очень приличная, аэродинамика отличнейшая просто. Ехать быстро на ней очень неплохо и не страшно. Обгонять уж тем более. То есть управляемость у нее достаточно неплохая. Народная масса реагирует на машину позитивно. Вот практически вот, наверное, из-за этого эта машина и не хочет никуда уходить и продаваться. Потому что, когда выезжаешь на ней, видишь, как люди улыбаются, по губам читаешь их матерные выражения. Ну, это добавляет реально позитива, то есть выехала всем радостно. То есть не просто какая-то машина выехала, там, какой-то там ушлепок, там, папин, там, сынок какой-то. Я думаю, о, чувак, респект, а вот такой подобный. Я помню примерно подобное ощущение пережил только единственный раз. Я участвовал в ралли ретро Мерседесов. У меня был 57-го года кабриолет. И вот люди смотрели по-доброму, они улыбались даже из автобусов. Потому что обычно ты едешь в дорогом автомобиле, и из автобуса я чувствую проклятие. Они прям просачиваются, просачиваются. Здесь другая история совершенно, да? Да-да-да. Ну ладно, мужчина, спасибо огромное, пусть Иваныч прокатится. Так, а дверь у нас открывается вот наверх, да? Да. Да-да-да. О-о-о. Все дела. Хе-хе-хе. Города. Съех. Хе-хе-хе. Ё-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Слушайте, ну, когда откидываешься назад, да, то, ну вот сидишь ты как в кресле дома, как перед телевизором, когда смотришь фильм. На диване. Да-да-да. Руль, ну, действительно, понятное дело, сразу чувствую, что не зря я 10 лет возил Жигули, память в мышцах еще осталась. Ну, ничего такого тяжелого, смертельного нет. Жалко, что мы, конечно, не на трассе, но, с другой стороны, нужна для этой машины хорошая дорога, естественно, да, и скоростная. Или, наоборот, плестись 25 км в час, чтобы дать возможность людям рассмотреть тебя. И насладиться. Ну, мы с Олегом в одной мысли сошлись, да, что эта машина вот для владельца, почему он, кстати, не хочет ее продавать. Не хочешь, да? Да-да, почему эта машина для владельца положительна, да, что она в нашей стране, где очень ревностно, да, относятся к доходам друг друга, и где дорогая тачка новая вызывает, ну, 80% окружающих негатив, да, этот негатив пуляет в тебя. Этот аппарат даже у несведущих людей, да, вот лучший тест, это, наверное, все-таки дети. Если дети завороженно глядят на улицы, да, то, значит, даже самые социально заточенные люмпины... Ну, вот, посмотрите, вот два человека, два ребенка, вот сейчас, вы посмотрите на его глаза. Да, нет, серьезно. Хотя он, как и я, не фанат этого фильма. Не-не, ну, мне нравится этот фильм, да, кино, но электроники лучше, я бы мопед еще протестировал бы, на которой электроники есть. Но если серьезно, да, нет социальной розни, когда ты в таком автомобиле, люди понимают, что она не новая, но она вызывает вот именно позитив, что человек, который является владельцем этой тачки, он не просто, ну, обеспеченный человек, а он вложил деньги в нечто большее, чем игрушка, вот, на каждый день, да, вот, ну, вот, есть позитив в этой тачке. Правда, посадись, почувствуй. Держите, держите. Так, извини, мы тебе тут... Ну, вот. Гастики, а, гастики. Слушай, короче, значит, первая история была. Первый таджик в багажнике Теслы, да, вторая история... Я тебе в багажник не залез. Это минус. Ну, если он разрешит, я залезу, вообще без вопросов. Я очень осторожен, я просто не знаю, звук он не укреплен там, понимаешь, во мне все-таки там 80 копейками килограмм. Короче, первый, и я так понимаю, последний таджик за рулем автомобиля DeLorean. Я так понимаю, что при каждой остановке сотрудниками ДПС происходит дискуссия на философские темы, да, можно ли ездить на такой машине. Если вы знаете людей, которые также умудряются ездить по нашей стране без номеров, и при этом на протяжении, сколько, шести лет, напишите нам в комментариях. Мы обязательно познакомимся с этими людьми. Это люди особой закалки. Слушай, а на скольких километрах они отправлялись в прошлое? 75 там или сколько? 88 миль в час. 88, 80. 160, что ли, где-то. 88 миль в час. Или 140. Все, короче, в милях. Ну, вот там же есть 88. Это где-то 140. С чем-то, 140, больше 140. Просто, когда нажимаешь на газ, она сейчас вот повысит оборот, и уже на холостые не вернется. Ее надо будет как бы вернуть. Видишь? Ты отпускаешь газ, а она все равно там еще. Ну, это просто надо привыкнуть, да? Это просто конструктивная особенность, потому что этот тросик есть. Ну, на самом деле, я просто там не смазал еще. Хорошо. Я сегодня хотел заняться на времени, не нашлось. Вообще, как меня не напрягает. То есть, еду-еду, разбросил. Если я долго еду, то есть, пожалуйста, там эти холостые, чтобы они вернулись назад. И все. Вообще, конечно, электронный дроссель был бы здесь прям встать. Слушай, ну круто, круто. Я не могу сказать. Так, надо бы, да, развернуться. Так. Все нормально? Да. И раз, и два. Да, ну, так вот, единственное, конечно, я не очень пока понимаю габариты. Ну, они достаточно нормальные, да. Она широкая и не короткая. Да, ну и руль, парни, ну вы видите, да? Это круто. Это круто. Ну, еще пару заходиков, и на сегодня, я думаю, хватит. Да, слушайте. Фантастика. Ну, вот, собственно, чем отличается. Тру. Тачки. Маслкар от стероидного масла. Согласен, согласен. Ну, я не могу сказать, слушай, что плохая обзорность. Да, вот, несмотря на то, что вот это стекло, оно сборное какое-то, да, стойка эта здесь есть. Мы просто какие-то большие, с Серегой для этого автомобиля. А я думаю, что вот, я смотрю на тебя, ты очень комфортно так расположился в пассажирском кресле. Блин, ну, я представляю, люди, как же они кайфовали там в середине 80-х, в конце 80-х, в начале 90-х, да, когда эти тачки еще были, ну, совсем новыми. Когда вызывали приступ просто у людей после выхода фильма. Очень круто. Ну, я думаю, сейчас примерно то же самое происходит. Потому что выросло же еще поколение, которое даже не знает, что это такое. Так. Ну, мы не будем, ребят, насиловать автомобиль. Так. Все-таки, нет, я натормозит. Не-не-не, газ, газ. Йоу. Слушай, ну, здесь все понятно, да, здесь пепельница, то есть у людей была возможность еще курить. Так, подстаканники, это уже твоя, да, история? Да, здесь не было ничего. А, нет, здесь было просто это, просто такая выемка, да. Ну, и здесь обогрев, да, тут эти кнопочки. А, ну, электростеклоподъемники. Слушай, а что они поднимают, опускают? Форточка, мать его, покажи. Слушай, я-то думал, что форточка будет как в советских автомобилях. Ну, понимаете, да, в чем я говорю, просто выдвигаться. А здесь стеклоподъемники, покажи, Сень, покажи. Это круто, слушай, это реально круто. Мать его. Ребят, я думаю, вы понимаете мои ощущения. Блин, это, это правда круто. И на самом деле, даже эргономически, даже эргономически, эта тачка более правильная, чем тот же автомобиль Тагас Аквелла. Короче, я просто обращаюсь к людям, которые этот проект ведут, Аквелла там на Тагазе. Говорят, они пересматривали несколько раз наш тест. Вот, потому что мы дали им некие надежды. Ну, во всяком случае, вот такой фидбэк я получил. Ребят, просто найдите хороший автомобиль, спортивный, я не знаю, не спортивный. Просто посмотрите, как создается внутреннее пространство. Да, это просто, ну, это культура создания автомобиля. Да, он нарисован отличным дизайнером. Да, отличный конструктор и инженер его создавал. Но, в принципе, научиться делать хорошие автомобили, как мне кажется, могут и у нас в стране. И тому огромное количество примеров есть. Да, и тот же автомобиль Нива, о котором мы очень много говорили. Вот, посмотрите, вот, автомобиль с 33-летней истории. Но, блин, вот, мне единственное, что, может быть, правой ноге не так комфортно, да, но, опять же, связано с моим ростом и педали, ну, некомфортно, да, сжать на педаль акселератор. Но, в целом, я вот понимаю, блин, вот, посмотри, да, вот я сижу, вот, у меня руки, здесь подлокотник. Вот, главное, да, вот, на что обращает внимание Серега всегда, все удобно, да. Вот, на одном уровне находятся локти. Все видно. Ну, то есть, эргономически тачка правильно сделана. Понимаешь, ты вспомни Тагас Аквеллу. Вот, вот мы сидели в автомобиле, и мы не видели, собственно говоря, лобового стекла, дороги перед собой. Потому что конструктивный автомобиль был, просто изначально создавался неправильно. Вот как бы должен создаваться автомобиль. И, в принципе, создать сегодня автомобиль, там, из пластика, я не знаю, сделать, который идеологически был бы похож на эту историю. Ведь тоже мотор не самый мощный, да, тут не стоит, там, 500-сильный двигатель какой-нибудь, там, с турбонаддува. Нет, вот, пожалуйста, простой мотор, там, французский, франко-шведский. Вот, пожалуйста, простая конструкция, простая приборная панель. Вот, может быть, в эту историю, да, создавать тачки, которые бы как-то нас отсылали в наше прошлое, в наше детство. Очень-очень круто, очень круто. Ну что, финализируемся. Дорогие друзья, и одна из тех сцен, которая роднит нашу программу «С полем чудес». Нет, ну почему же «С полем чудес»? Усатый поздравляет победителя Олега. О, спасибо, спасибо огромное. Да, да, да. Я всегда мечтал, а вы уже споете. Короче. Хорошо. На самом деле, в нижнем мы оказались благодаря компании «Матюль». Давайте, в одну руку это. Вот, «Матюль» это не только масло, 100% синтетическое, кстати говоря, это еще и куча всевозможных продуктов. Вот, пожалуйста, руки, пожалуйста, «Хэнс Клин». И самое главное, ребят, мы дарим Олегу два сертификата на замену моторного масла в объеме, который рекомендуется для разовой замены. Пожалуйста, вот два, вот мы показываем два сертификата. Вот два сертификата получает человек. Кстати говоря, «Матюль» производит масло еще и для классических автомобилей специально, которые сошли с конвейеров там в 50-х, 60-х годов по специальной формуле с другой вязкостью для того, чтобы они соответствовали режимам эксплуатации. В общем, тут, вот, пожалуйста, есть и наклейка «Матюль». Ну, в общем, ты весь теперь, правда? Наклейку-то не наклеишь. Не наклеишь, да. Но машина, кстати, смотрелась бы чуть-чуть подороже. К стеклу сзади можно приклеить. Брат, давай, суй сюда. Да, да. Спасибо тебе, что ты уделил нам время. Да. Своей жизни. В общем, где найти Олега, вы знаете. Нижний Новгород. Готовьте 2 миллиона с копейками, как минимум. Почкой. Плюс 500. Все, спасибо, брат. Спасибо. Большой тест-драйв отправляется в большое путешествие по большой стране. Нижний Новгород, Казань, Самара, Уфа, Челябинск. И Екатеринбург. Мы честно расскажем и покажем, чем и как живет большая страна. Если ты, товарищ, хочешь стать главным героем наших выпусков из твоего города. Если ты хочешь получить много масла от компании Матюр. Больше масла Матюр, сынок. И совсем много масла Матюр. В наших специальных выпусках большого тест-драйва. Иши. Страна собака. Бетадрайв.ру И выиграй это масло, сынок. Слушайте нас каждое утро на маяке. Смотрите наши специальные выпуски на нашем канале на Ютубе. Большая страна. Большой тест-драйв. Стань героем. Выиграй масло. Мы честно актеры. Зато масло по-честному раздаем. Бежит. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok